Многих жителей многоквартирных домов столицы неприятно удивляют квитанции за воду. Вроде бы сдаешь одни показания счетчиков, а приходят другие. В квитанции графа под названием Кота Партия. Лишние кубометры начисляют согласно закону, который был принят еще в 2013 году. Что делать в подобных ситуациях, мы и решили выяснить сюристам и представителям ЖКХ. Кота Партия – это разница между показанием общего счетчика на холодную воду на дом и сумма показаний, которые приписывают или вписывают сами жильцы в своих квитанциях в оплате. Это все предусмотрено в законе номер 303 о поставке питьевой воды, будем так говорить, жильцам. Это вошло в силу или в законную силу, это вошло с момента опубликования регламента, подтвержденным Национальной агентством в энергетике. По мнению юриста, закон должен быть пересмотрен или отменены те статьи, которые нарушают права потребителя. То, что утечки включены в оплату за водоснабжение, я считаю, как гражданин и как юрист, это незаконно. Объясняю почему. Во-первых, у каждого жильца в квартире есть водомер. Сколько человек потратил воды, столько он должен заплатить. Согласно закону номер 303 о публичной услуге водоснабжения и канализации, в статье 15 указано, что поставщик воды, то есть оператор, обязан содержать сети в исправном состоянии, оказывать качественную услугу и не допускать дискриминации потребителя. Многие вычеркивают этот пункт и не оплачивают чужие потери. Правильнее заключить прямой договор с поставщиком. Все жильцы имеют право заключить договор с поставщиком, оператором, как в законе написано, воды напрямую. В таком случае водомер, который в квартире, становится коммерческим и не будет, это строка квадапарта. Другой вопрос, что в таком случае будет другой тариф. На поставку воды в квартире. По мнению юриста, такие законы дискриминируют и разделяют людей на тех, кто имеет индивидуальный договор и платит по фактическому употреблению, и на тех, кто его не заключил и должен оплачивать утечки. Необходимо обратиться в ЖЭК с заявлением, чтобы составили комиссию из представителей ЖЭК и Национального агентства по регулированию в энергетике. Чтобы разобрались, почему граждане должны оплачивать за эти утечки. Но если уже обращение в эти вышеуказанные органы не помогает, то гражданин имеет право обратиться в суд в порядке установленных законов. Да, еще хотел бы сказать, что иски о защите прав потребителей не облагаются государственной пошлиной. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу. Потери могут быть не только из-за протечек в общем трубопроводе, но и из-за нерадивых соседей. Не все вписывают реальные показания. В этом случае можно справиться только всем миром. В основном это имеет человеческий фактор, из-за того, что это люди неправильно вписывают эти данные со счетчиком. Значит, в тех домах, в которых большая разница, по инициативе жильцов, на какой день вывешивается объявление, что вот в такой-то день, в такое-то время будет выполнена проверка. Из опыта могу сказать, что по некоторым домам выявлялось больше тысячи кубов разницы, которые люди просто не декларировали. По мнению представителя ЖКХ, необходимы внеплановые проверки, которые могут организовывать и сами жители. Тогда, возможно, не придется платить за лишние кубометры за соседа. Если и после этого останется разница в общих показаниях и сумме индивидуальных, нужно обращаться к поставщику услуг.